Трудные листа Писания с библейским порталом Экзегет Вопрос пришел от наших зрителей, но они часто спрашивают о таких вещах Итак, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро А если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч Он Божий слуга, отмститель наказания делающему зло И спрашивает наш зритель, не получается ли, по словам апостола Павла Что начальствующий Нерон, это римский император, причем Ну, наверное, самый худший римский император из всех, какие были Такой Гитлер древнего мира Начальствующий Нерон, по приказу которого ему, Павлу, отрубили голову Божий слуга и сделал доброе дело Ну, знаете, если буквально считать, то получается Тогда Павел оправдывает любого начальника И, кстати, обычно эти слова так и понимают многие Любой начальник, он только перед Богом отвечает Да? И поэтому ты просто тупо исполняй то, что тебе говорят Вы знаете, в 1945 году как-то пришли к выводу, что это неправильно Ну, и до этого догадывались Но в 1945 году были совершенно четкие даны Юридические ответы, особенно о Нюрнбергском процессе Что человек, исполняющий преступный приказ, виновен Если он заведомо знает о преступности этого приказа И что даже если начальник пришел к власти законным, казалось бы, путем Он не самозванец, он настоящий, но при этом он творит беззаконие То он отвечает за свои беззакония перед международным трибуналом А уж перед Богом, мне кажется, ответит тем более Но это вот как раз к интерпретации этого выражения Я напомню, что 13 глава открывается еще более спорным местом Но я не хочу разбирать отдельно, потому что уже разбирал и не раз «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога» А по-гречески «угарекс эстин эксусия эмэгэпотэу» И тут пытаются это как-то хитро перевести Люди, которые греческий язык не знают, но заглядывают в словарь Подыскивают подходящие переводы, что это не власть, если она не от Бога Нет, по-гречески это никак не выходит Что она не то, что от Бога, она под Богом эмэпотэу Предлог эмэпо, он, в общем-то, может обозначать положение под чем-то там, под столом Но эмэпо с родительным падежом практически всегда указание на действующее лицо То есть нет власти, которая не была бы установлена Богом И что же это значит? А вот Навуходоносор разрушил Иерусалимский храм Так это от Бога Нет, это не значит, что Навуходоносор великий святой Давайте ему молиться в пантеон, его внесем Ни в коем случае Но он действовал по воле Божьей И своя воля Божья есть на каждое действие, которое происходит в этом мире Просто это не всегда то, чего Бог хочет Это иногда то, чем Он позволяет случиться Попущение, как это называется в современном богословии И слово эксусия, очень хорошее и интересное слово Эксусия – это возможность Ну, например, Пилат говорит Иисусу Знаешь ли, что я имею власть, эксусия Тебя распять или отпустить? Это не значит, я, Пилат, вот Богом назначен И я поэтому совершенные мои любые повеления непререкаемые Должны немедленно исполняться с почтением Это означает, у меня есть полномочия принять то или иное решение А ему, кстати, Иисус отвечает Не было бы у тебя никакой власти, никакой эксусия Если бы не было дано тебе свыше Так и здесь то же самое Всякая эксусия дается свыше Пилат принял дурное решение, мягко говоря Распятие Иисуса Но ему Бог дал возможность принять такое решение Более того, это его решение встраивалось в замысел спасения А не так, что вот что он захотел, то он и натворил Но поскольку он начальник, то никто не должен этим вообще даже возмущаться Все должны идти и говорить и делать то, что он скажет Нет, этого нет и в помине Это, не знаю, какая-нибудь Иса Чингисхана Где великий хан, он полный, стопроцентный хозяин своих земель И ничего другого не происходит Более того, давайте вспомним, что Павел пишет римлянам Рим это столица Римской империи, наверное, и так это всем очевидно Да, то есть он пишет в столичный город Единственное его послание в Рим В другие места он писал иногда по два Иногда даже бывало, что и возвращался в этот город Но в Рим он еще не приезжал Он пишет как бы заранее И, возможно, для христиан в Риме Как сегодня для христиан в других столицах Или крупных центрах других городов Не очень по-христиански живущих Встает вопрос двойной лояльности Вот лояльность Христу и лояльность власти Не противоречат ли они друг другу Если власть требует чего-то противного христианской совести Может быть, надо свергнуть эту власть, установить свою Периодически такие идеи возникают Там Савонарола какой-нибудь у Флоренции И много таких было христианских революций, мятежей, восстаний Не христианских еще больше, но и христианских тоже довольно Так вот, Павел говорит Нет, ребят, всякая власть поставлена Богом Есть у нас Римская империя, значит, это от Бога Но он нигде не говорит, что конкретный начальник А как же вы скажете, вот в четвертом стихе А вот давайте посмотрим Здесь нету слова начальник Здесь буквально сказано Оно или он есть Божий служитель тебе во благо Император Нерон? Не сказано Любой начальник-властитель? Не сказано А скорее вся эта система Я думаю, мы согласимся, что система государственной власти Она, в общем-то, нам на благо Когда она полностью отсутствует Вот из города Красная Армия ушла А немецкая еще не пришла Сутки нет власти в городе Вот тут творится все самое страшное Тут вылезают из всех щелей Люди абсолютно бессовестные и жестокие Вот когда есть любая власть Пусть страшная, пусть жестокая Пусть император Нерон Это лучше, чем когда ее нет совсем И назначение этой власти — служить Богу Все-таки Павел пишет не монголам Золотой Орды Для которых великий хан — это воплощение божества Фактически его слово — это и есть закон и священное писание Он пишет римлянам Он пишет людям античной культуры У которых уже есть высокоразвитая политическая философия И, между прочим, этот самый Нерон тоже не говорил Вот я тут великий хан-султан-падишах И поэтому делайте все то, что я скажу Он, как и, в общем-то, все римские императоры Объяснял это необходимостью заботиться о благе Отечества Он себя называл первенствующим в Сенате А Сенат — это коллегиальный выборный орган, между прочим Это парламент тогдашний И он, по крайней мере, на словах Конечно, если говорить о Нероне, только на словах Считал себя частью этой государственной машины А вовсе не ее воплощением, как государство — это я, позднее будет сказано И не Нероном Так вот, была целая политическая философия Которая как раз основывалась на том, что государство — это необходимая вещь для общего блага И Павел здесь уточняет, что вообще вся эта структура власти Она поставлена во благо человеку, Богом, и должна ему служить Ведь выражение «слуга» не означает человек, который полностью и хорошо все правильно делает Слуга может быть нерадивым Слуга может быть преступником Слуга может быть наказан за то, как он себя ведет Со стороны хозяина придет это наказание Так вот, всякий начальник перед Богом оказывается в положении слуги Кто он такой, этот император, этот префект, этот проконсул В конце концов, любой, которому тебя привели и требует от себя какой-то отчетности Он представитель идола под названием государства Которое требует себе жертв Ну, тебе не повезло, ты стал одной из них Или он воплощение добра, которое действует тебе на благо И ты должен просто слепо и безумно ему повиноваться И этого здесь нет А он слуга Божий Он исполняет определенную функцию Он перед Богом даст ответ Но ты не должен мешать ему исполнять эту функцию Вот, что совершенно точно отрицается в 13 главе к римлянам Это пут революции и мятежей Так не работает Но здесь нет оправдания Вот любого начальства Еще раз скажу, в Ессей Чингисхана оно есть В многих законах многих других народов что-то подобное встречается Что воля высшего правителя – это абсолютный закон И не подлежит никаким абсолютно сомнениям А сама фраза «Он есть слуга Божий» Она заставляет сомневаться в адекватности его конкретных поступков И дальнейшее развитие государственности в Европе, в Средиземноморье В реале, где звучала эта христианская проповедь Во многом являлось толкованием на эти слова апостола Павла Не только на них, но и на них в огромной степени То есть, почему помазанники Божьи Так назывались монархи, императоры Даже абсолютные самодержавные правители А не то, что они унаследовали Вот Иван Грозный любил говорить, что он в отчиной своей владеет То есть, государство – это его надел, который ему от отца достался И, собственно, он на нем полный хозяин Как на огороде у себя любой крестьянин Нет, он играет определенную роль И он поставлен Богом для неких задач Вот Павел описывает этого начальника идеально На практике мы понимаем, что далеко так не всегда бывает Далеко не всегда так бывает Но, знаете, любое описание, должностная инструкция Там правила поведения Они все-таки описывают идеальные ситуации И мы понимаем, что на практике многое бывает неидеально Вот Павел тоже описывает идеальную ситуацию И призывает христиан воспринимать государственную власть Как некий институт, учрежденный Богом на благо людям И воспринимать носителей этой власти Как служителей Бога Которые могут оказаться перед ним правыми или виновными Но в любом случае христианин должен искать Ну, некоторой гармонии в своем отношении с этими властями И не пытаться каким-то образом их свергнуть А другое дело, что узурпаторы ведь тоже встречаются И бывает так, что ссылками на эти строки священного писания Оправдываются подобные узурпации Но это уже выходит за рамки толкования непосредственно данного стиха Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok